4 часа утра сработала сигнализация. Я подумал, что кто-то кирпич может бросил, может хулиганы вышел. Моя машина уже горела и соседняя заполыхала. Я пошел за телефоном звонить 112, чтобы вызвать пожарную бригаду. Пока пожарная ехала, загорелось еще 3 машины рядом. В результате 4 машины выгорело пруд напрочь. И 2 пострадали, которые собственники успели отогнать. Ну, что можно сказать? Связано с моей политической активностью, это, наверное, первое, что я могу сказать. Потому что я в год делаю по 500 заявлений. Любые избиратели, которые ко мне пришли, я отправляю их в органы правоохранительные. И это легко прослеживается по интернету, по моим сетям. Я открытый человек. Все заявления и все ответы стараюсь выкладывать, чтобы все видели, как идет работа и как депутат должен работать с избирателями. Евгений Сергеевич, это же не первая же машина ваша? Да, в 2004 году, когда шли выборы без Рукавникова, мне сожгли машину в гараже. Здесь 100 метров. В 2009 году у нас были выборы Баженова, где на пост мэра шли два сильных кандидата, Олег Васильевич Шеин и Сергей Баженов. Ровно на этом месте тоже так же сожгли. Но сейчас выборов нет. Почему это произошло? Правоохранительные органы, наверное, будут разбираться. Но дело в том, что наш дом хотел переходить в другую управляющую компанию. И мы вот объявление, подойдите, пожалуйста, повесили. Вот в неделю висело такое объявление. Я был инициатором, чтобы мы переизбрали председателя совета дома. Вот. Это в неделю висело объявление. И как раз, кстати, председателя, которого мы хотели избрать, у него тоже машина подгорела. Вот. И моя. Связано ли с этим объявлением, я сейчас пока не могу судить. Следствие началось. Уголовное дело, я так думаю, сегодня у вас будет. Надеемся, что все-таки остановят этих подонков, которые распоясались, которые позволяют себе вот такие вещи. Если их не остановить, то в дальнейшем, я думаю, могут быть еще худшие последствия. А которая из машин ваша? Моя средняя, Кио Спорт Эльж. Я назад ее купил 28 декабря. Будет два года. Сейчас будем разбираться со страховыми компаниями. Со страховой компанией еду туда, чтобы посмотреть, как возместить ущерб. Вы уже полиции показания дали, да? Да, в 4 утра приехали пожарные, полиция. Я 3 часа давал показания. И те пострадавшие, которые в машине сгорели, то же самое. Все написали заявление на возбуждение уголовного дела. Все-таки надеюсь, что на этот раз найдут заказчика и тех, кто поджог осуществил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!